Раньше на этом месте были бараки. Их расселили и снесли в декабре 2017 года. Застраивать эту территорию нельзя. Здесь богатый культурный слой. Предлагалось открыть на этом месте рынок фермеров и рельмесленников, но идея так и не была реализована. Сейчас, когда территорию начали расчищать, археологи забили тревогу. В этом месте, рассказывает Василий Конов, была крупнейшая крепость московского государства, которая просуществовала до 18 века. На этой территории располагались усадьбы архиерейских служителей, располагались усадьбы стрельцов, лица духовного сословия. То есть административным и торговым центром эта территория не являлась. Было много служивых. Вид города был, конечно, сказать, что совершенно другой, ничего не сказать. Он был абсолютно другим. Это совершенно другое историческое пространство. Однако, по словам подрядчика, в ходе работ культурный слой не затронут. Максимальная глубина работ 70 сантиметров техника работала только в месте, где проходят коммуникации. И где была дорога, там сейчас площадка засыпана песком. Ведь грунт, который подрядчик снял в ходе работ, свезли в одно место, где планируется сделать стоянку для машин. Василий Конов достает перчатки, чтобы провести осмотр. Забрать найденные вещи без специальных документов нельзя. Первые находки – части глиняных сосудов 16-18 века. Достаточно крупные кости. Но это однозначно кости не человеческого скелета. Это кости животного, скорее всего, употребленного здесь же в пищу. Остатки трапезы. И, возможно, сваренного вот в этом же самом горшке. Фрагмент, от которого мы здесь с вами видим. По словам Василия Конова, эта территория включена в объект культурного наследия. Здесь действует особый режим использования земель. Прежде чем изъять какую-то часть грунта, его необходимо изучить, потому что он считается культурным слоем, сформировавшимся в эпоху с 12 по 19 век. Вблизи находятся два православных некрополя. Высока вероятность выявления на этой территории захоронений, потому что границы этих кладбищ никогда никем не определялись. На той территории, где мы с вами находимся, вот на всей этой площади, нет исследований проводилось никогда площадных. И то строительство, которое сейчас ведется, могло бы дать для исследования города, для научного знания совершенно удивительные материалы, потому что таких площадных работ, таких масштабных работ здесь давно не проводилось. И это большой шанс не только для Рязанской, для российской археологии. Как сообщили нам, при службе администрации Рязани эту территорию планируется использовать при реализации проекта «Рязань – новогодняя столица России-2020». Как говорится в комментарии, разработка грунта на участке проводилась в границах существующего проезда. Планируемые работы по устройству парковки по высотным отметкам не подразумевают работу по разработке грунта, а наоборот насыпь, то позволит сохранить культурные слои в первозданном виде. Запроектированные тропиночные сети и площадки для отдыха также не повлекут заглубление более 20 сантиметров от существующей отменки.